Более случая, в 2008 году весной мне пришлось принимать участие в поездке в Иран делегации российских энергетиков. Делегацию возглавлял тогдашний председатель управления РАО ЕС Рассентоль Борис Чубайс, хотя делегация разделилась и на объект энергетики Ирана мы ездили отдельной группой, но встречали в аэропорту нас и возили по разным мероприятиям в колонне с мигалками. Вот я, житель Москвы, я вижу, как в Москве передвигаются колонны с мигалками, как колонна с мигалками продвигается по улицам Тегеран. Колонна едет по обычной забитой машинами улице, значит, впереди машина мигалок, впереди машина с проблесковыми маячками, сзади и сбоку полиция. Так вот иранские водители стараются въехать между машинами колонны, с тем, чтобы ехать побыстрее. И в этот момент, как только полицейский видит, что машина местного жителя вклинивается в колонну официальной делегации, он подъезжает к машине и начинает жезлом пить по зеркалам. Такое впечатление, как будто по ушам бьет взорвавшуюся мальчишку. Это довольно... Может быть, это не очень хорошо с точки зрения безопасности, но это очень по-человечески и очень забавно, и мне это очень понравилось. Мне показалось, что иранцы очень аккуратно и без подобострасти относятся к визиту официальных делегаций. В составе делегации российских энергетиков мы приехали на электростанцию Рудшур под Тегераном и попали на обед, то есть нас должны были кормить обедом. Если бы эта делегация была бы иранцев, приехавших в Россию, можно себе представить, как бы ломился стол от закусок и выпивок по случаю приезда иностранных гостей. Здесь все было очень просто. Нас посадили вместе с персоналом электростанции в столовую и раздали обычные обеды в пластиковых коробочках. Мне это понравилось, я считаю, что это правильно, но это импонентно.